Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2040. Если предположить, что самый прямой путь к Богу через изучение и исполнение слов Его, а это и есть цель монашества, то почему те страны, где подвязались в пустынях столпы монашества, отпали от христианства? Почему Библия не была популярной книгой среди тех, кто полностью отрешился от мира? Им бы только и заниматься Библией. Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Теоретически рассуждайте верно. Но на практике есть другая сторона, невидимая. Это духовный мир, в котором растворяется много добрых и правильных желаний. Но все это человек должен совершить сознательно. Иисус сказал ему в ответ «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». У православных этого нет. У них все основано на привычке, на силе поколения своего тела, на подражании кому-то из смертных, кто выше тебя по уровню подвига. Это все можно усвоить только после рождения свыше. Тогда это восприимется и Богом. Писание у них никогда не было фундаментом и самым главным авторитетом. Вот потому смерть царит. Мертвые делаются учителями. Нерожденные, если Христа не встретили. Все приходится начинать сначала. Не искать чудес, откровений из невидимого мира, а полагаться на Слово Божие. Смирение греховных проявлений плоти – это не цель, а тоже лишь средство. Цель Христос – жизнь во Христе, подготовка к вечности. Здесь же обретение, подобие того, какими мы должны быть в вечности. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 27 стих. «Усмеляю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Теперь пишут целые книги об аскетизме, чего апостолы никогда не делали. Перешли к механическому способу, не познав духовного перерождения. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках. А. И. Сидоров. Москва. Паломник. 542 страница. 6 тысяч экземпляров. 542 страницы, 6 тысяч экземпляров. Кавычки открываются. Троеточие. Любовь к великому дару Божьему, к несчислимому сонму подвижников, которые несли и несут в мир свет Христов. «Ибо древняя народная мудрость гласит, «Свет мирянам иноки, свет инокам ангелы». Кавычки закрыты. Троеточие. «В липкую и искусно вытканную паутину попадают только легковесные мухи, а не орлы, стремительно взлетающие на крыльях благодати Святого Духа к небесной Отчизне, и там парящие в светлом и прозрачном сиянии любви Божией». Троеточие. История знает также примеры дезертирства из «ангельского» в кавычках полка, когда принявшие постриг совлекали с себя иноческое облачение. О таковых преподобный Амбросий Оптинский сказал. «Воспринявшие монашество и оставившие оное уподобляются Иуде, предателю, который ни у кого не просил на это дозволение, а самовольно предал, и сам терпит горькую участь в Ааде». Троеточие. «Недаром святой Исаак Сириянин изрек». «Иноческое житие – похвала Церкви Христовой». Троеточие. «Люди несли сюда неочищенные совести, борющие помыслы, разъедающие сомнения мысли, страсти подавленной воли. Предстарцам исповедовали они и грехи свои, нередко смертные прегрешения. До мимолетного помысла и под его руководством, приняв епитимью как духовное врачевство, проходили покаяние». Кавычки закрыты. Наконец тот факт, что почти все отцы и учителя Церкви были монахами, не ложно свидетельствует об одной бесспорной истине. «Вне подвижничества невозможно никакое подлинное богомыслие». Троеточие. «Православный духовный писатель Е. Поселянин, псевдоним Евгения Николаевича Погожева». «Никакие внешние препятствия, никакие тягости северного климата не могли уменьшить этой «распалявшей русскую душу жажды пустыни». Чуть христианство утвердилось прочно на горах Киевских, как появляется великая рать бессмертных иноков». Троеточие. «И вся русская история творилась и творится прежде всего этими богатырями и ратниками». Троеточие. «Поэтому и возрождение Святой Руси, свидетелями которого, как уповаем, являемся мы, ныне мы, немыслимо без них». Троеточие. «Наконец могу сказать, что данное сочинение не появилось бы на свет Божий без помощи моей сотрудницы, соавтора-редактора, жены Светланы. Ибо, имея одну душу и один ум, мы и создали вместе сие сочинение. А. И. Сидоров». Страница 250. «Подлинное православие немыслимо без монашества и его святых идеалов, поскольку представляет собой самую сердцевину православной веры». Троеточие. Страница 317. Блаженный Августин, обращаясь к девственнице, изрекает. «Высшее место займет дочь, дева, ниша мать, вышедшая замуж. Однако обе будут там, в Царстве Небесном, подобно тому, как блестящая звезда и тусклая звезда. Обе остаются на небе». Троеточие. «Похоть является первостепенным злом». Страница 403. Антоний Великий говорил. «Монах вполне должен полагаться на старца, если возможно даже в том, сколько ходить ему шагов и сколько пить капель в своей келье, чтобы не погрешить как-нибудь и в этом». Один опытный старец говорил. «Если увидишь юношу по своей воле, восходящего на небо, удержи его за ноги и сбрось его оттуда, потому что это ему полезно». Страница 407. В строго общежительных монастырях новоприходящего подвергали недельному и десятидневному искусу у ворот монастыря, и потом, сняв мирскую одежду, в присутствии братьей, настоятель облекал его в иноческую одежду. Требовали только, чтобы он выучил молитву Господню и несколько псалмов, и объясняли ему обязанности инока. Ступивший в монашество не судится за мирские дела, потому отречение от мира называлось как бы вторым крещением. Одному старцу, принимавшему иноческий образ, казалось, что на одежду монашескую сходила благодать, подобная благодати крещения». Кавычки закрыты. Этот же Сидоров потом пишет, что монашество загубило Египет. Там теперь не христианская страна, ибо лучшие силы иноки вычерпали из народа и растворили в песках, не дав потомства. Миссионерства не было, и монашество погубило евангельскую веру, погубило на века вперед. Именно в выночестве сгинулись самые лучшие, самые самоотверженные, они не пошли путем, указанным Христом. Их заблокировали в стенах общежительства, в определенной кеновии, лавры. Забились за монастырские стены, и история вспоминает этот путь, как оказавшийся бесплодным. Страница 524. Кавычки открыты. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного, действия на народа-население, Египет скоро отпал от православия, и потом, под владычеством аравитян, почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу и удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народа-населении. Кавычки закрыты. Проходят конференции и съезды на тему единения всех и вся. Конгрессы, ассамблеи, кричат головорезы, пусть побратаются богатый ибосяк программы и уставы голодранцев о счастье достижимым без Христа. Еретики и иезуиты с папством спешат упущенные ныне наверстать. Единством бредит при пустом корыте, всеобщем братстве во главе с иным. И мало кто познает, что сокрыто в словах, которые окутывают дым. Им Библия — прикрытие обмана. Собралась волчья стая, неотара, сектантские лепешки, а не манна, вино, отравленное, маркирует старым. Вселенские соборы под запрет, святоотеческие мысли истребили, хотя в руках у них Новый Завет, обезображенный, как будто не из Библии. Спасить от духовных деградантов, активно суетливых главарей, безродные заморские поганки в несытости лютуют и дверей. Но что сказать на все их заверения, что и они не сборище, а церковь? Нет ни крупинки в совести зазрения у этих благовестников от смерти. Народ их любит, заполняет клубы, кого попы зовут церковной полнотой. С любым безумцем прихожане блудят, мироточение под одной плитой. Эксперты православия чудят, то крестный ход запустят, то дуркуют. Безотцовщины не кормлено дитя, блевотину сектантскую смакует. 7 июля 2003 год. Игнатий Лапкин